Молодцы! 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 Вот такой восторг у учащихся гимназии номер 6 имени маршала Советского Союза Георгия Жукова вызвало показательное выступление, которое продемонстрировали сотрудники МЧС в рамках Единого Дня Безопасности. Ребятам наглядно продемонстрировали, как действовать в случае возгорания здания. Смоделированная ситуация напомнила о том, как важно не забывать о правилах эвакуации детей, учителей и персонала гимназии. Цель Единого Дня Безопасности – проведение в организациях обучения работников правильным действием в условиях пожаров и нештатных ситуаций, а также действием по оказанию первой помощи, в том числе до прибытия специальных служб. Сегодня, 26 сентября, в гимназии номер 6 и на всех объектах города Бреста, как и во всей стране, проводится Единый День Безопасности. Какие основные задачи этого дня? Конечно же, это отработка навыков безопасной эвакуации и самоспасения из зданий. Также проверка систем раннего обнаружения пожара, ликвидации пожара и систем оповещения о пожаре и управлении эвакуацией. Сегодня мы продемонстрируем деткам, прежде всего, возможности нашей пожарно-аваренно-спасательной техники, а также оценим их навыки и слаженность действий при возникновении условной чрезвычайной ситуации. Также посмотрим, как действует преподавательский состав, руководство и администрация гимназии, и дадим себе принципиальную оценку, усовершенствуем свои навыки по ликвидации условного загорания. Учебное возгорание в одном из кабинетов гимназии номер 6 сегодня стало поводом продемонстрировать сотрудникам МЧС свои технические возможности и физическую выносливость. На заднем дворе учреждения образование команда пожарных спасателей воссоздала хронологию событий, которые могут стать трагическими, если не соблюдать правила безопасности. Мы очень рады, что в этот день у нас прошли масштабные учения с участием МЧС. За это мы им очень благодарны, потому что безопасности детей мы уделяем огромное внимание, потому что, чтобы дети были здоровы, чтобы они могли хорошо себя и правильно вести в чрезвычайных ситуациях, это наша главная задача. Поэтому сегодня мы увидели слаженную работу работников МЧС, слаженную работу педагогов в гимназии в плане, как они вывели детей, как они настроили детей. Вы видите, что не было никакой паники. Дети вышли, все посмотрели. Я очень надеюсь, что сделали определенные выводы. Выводы сделают и родители, потому что безопасности надо учить детей. К месту условного пожара прибыли подразделения МЧС, автоцистерны, автолестницы, а также работники медицинской службы. Всем присутствующим наглядно продемонстрировали все этапы ликвидации пожара, а некоторых даже выручили из огня с помощью спасательного оборудования и техники через окна. Эмоции у гимназистов зашкаливали. Подобные представления мы раньше не видели. Было очень интересно, захватывающе. Очень было интересно наблюдать за действиями пожарных. Было интересно смотреть на правильные действия, которые нам нужно делать при таких, не дай бог, случаях. В такой ситуации всегда возникает паника, при которой все действия начинают быть, ну, не по порядку происходить. А сейчас наглядным примером мы показали, что не надо волноваться в такой ситуации, и лучше быть на спокойном, так сказать, на спокойной волне и делать все поступенчато. Я считаю, что такие мероприятия очень важны и нужны, потому что они учат нас, как вести себя в данных ситуациях, как правильно вести себя, что очень важно, если, например, случилась такая ситуация, чтобы мы были готовы и знали, как действовать. Я была очень приятно удивлена сегодня, потому что мы проводили не совсем подобные мероприятия, то есть именно вот с явным показом, как спасают людей, у нас еще такого не было. Прожить одну жизнь, спасти тысячи – такой девиз у тех, кто выбрал работу спасателя и ежедневно рискует собой. Сегодня учащиеся гимназии номер 6 узнали, как выглядят настоящие герои. Отрезанные пути эвакуации опасны. Продолжение следует...